Ребята, привет вам! Я сейчас нахожусь в Латруне. У меня за основной находится крепость Латрун. Вот, посмотрите, это историческая крепость. Сам я сейчас сижу на танке, как вы видите. И вокруг меня находится еще много-много-много танков. Смотрите, как круто! Во все стороны, куда ни посмотрите, везде меня окружают танки. А знаете почему? А потому, что я нахожусь в танковом музее Ядли Ширьон. То есть это Ширьон, это на иврите, значит танки. Но вот у этой крепости есть очень интересная история. Ее построили в 1936 году британцы, которые управляли Палестиной вплоть до образования Красного Израиля в 1948 году. Значит, они построили вот таких фортов по всей Палестине, порядка 22. Один из них был здесь. И рядом проходит дорога в Иерусалим. И, короче говоря, вот этот форт был построен как раз для того, чтобы контролировать вот эту стратегическую дорогу Тель-Авив и Иерусалим. Вот. И когда бросовался Израиль, британцы передали большую часть вот этих защищенных фортов и орданской армии. Его фукировали иорданцы. И потом дорога, которая шла из Тель-Авива в Иерусалим, как бы оказалась под контролем иорданцев, которую контролировали вот, собственно, через вот эту вот крепость. Значит, в 1948 году израильтяне трижды безуспешно пытались штурмовать эту крепость. Среди штурмующих был будущий премьер-министр Илья Шарон, которому тогда было, еще не было 20 лет, он был десантником. Так и не смогли взять. Потом сюда зашли войска ООН. И вот эта крепость попала, ну, в такую, знаете, в нейтральную зону демилитаризованную. Хотя, на самом деле, она была вполне милитаризованной. Там сидели орданские войска. И с этой вот крепости они обстреливали дорогу, которая вела из Тель-Авива в Иерусалим. Поэтому была построена новая альтернативная дорога, называясь Дерах-Бурма, примерно в пяти километрах отсюда, куда иорданцы не могли добить. И только в 1967 году, во время Шестидесятой войны, израильские войска захватили вот эту вот крепость. Ну, и как весь западный берег, Синаи у Египта, Голланы у Сирии. И так это стало частью Израиля. А уже потом здесь решили создать танковый музей. Идемте гулять и смотреть танки. Здесь представлен, вот прежде всего, танк Центурион британский. Но он усовершенствованный. Тут усовершенствована израильская пушка, Шоткол называется, которая била на 3,5 километра. Это самый главный танк израильской армии, начиная с войны 1973 года, войны судного дня, и вплоть до начала 2000-х этот танк функционировал. Но сейчас его уже нет, они остались только в музее. Рядом с ним стоит танк Шерман, легендарный танк Второй мировой войны, американский, на которых американцы воевали против немцев. И этот же танк состоял на вооружении Израиля, войну шестидневную и войну за независимость в 1948 году. Но в конце 70-х его тоже списали. Как интересно тут сделали, как бы разрезали танк пополам. Видите, пушка танковая, все как полагается. Самый настоящий танк, просто разрезанный пополам. И можно посмотреть, что у него внутри. Ну вот, например, давайте заглянем сюда. Вот там вот водитель танка сидел. Видите, можно посмотреть. Вот здесь, видимо, стрелок. Вот его видно. Стрелка. Вон там снаряды стоят. Вот как танк выглядит изнутри. Ну, вообще, конечно, не для страдающих клаустрофобии. Наверное, из меня бы танкист точно не получился. Как-то тут все так зажато. И смотрите, второй человек вообще в притирку к нему стоит практически. Вот, видите. У меня за спиной сейчас интересный игре, который назывался Захаль. Это американская, вот видите, вот такая БМПшка. Сзади у нее гусеницы, спереди колеса. Теперь я успел ее поводить. На самом деле, на вооружении израильской армии их нет уже, наверное, лет 25 или 30. Вот. Но когда я только-только поступил в армию, получил права на вождение тяжелой техники, бронетранспортеров и некоторых гусеничных машин, в том числе танков, кстати. Хотя я так танкистом не был. Мне поручили с базы перегнать, значит, в утиль. Ну, то есть, грубо говоря, на металлолом. Несколько десятков последних вот таких вот штук. И я их перегонял. Слушайте, ребята, это такой агрегат. Я ездил целый день туда-сюда. К концу дня спина была полностью уничтожена. Руки в мозолях, ноги устали. По пути они дохли, ломались. Ну, а что же вы хотели-то? Это же машина Второй мировой войны. На самом деле, поначалу, что только не состояло на вооружении израильской армии. Ну, все, что могли достать. Плюс был бойкот против Израиля. Боялись продавать Израилю технику. В общем, все, что могли достать по всему миру, какими-то обходными путями, все доставали. Поэтому, собственно, вот такой вот набор техники. Вот там вот французский небольшой колесный танк. Вот такая вот штуковина. Даже не знаю, как она называется. Разнообразные джипы. А это вы знаете, что это такое? Это вообще самопальная, самодельная вот такая вот штуковина. Это броневичок самодельный на базе автобуса, который курсировал в 1949 году в Иерусалим. Поскольку дорога, как мы уже говорили, простреливалась вот из этой крепости Латру. Вообще, в настоящее время израильские танковые войска процентов на 80 укомплектованы танками израильского же производства, который называется «Меркава». Вот, кстати, один из танков «Меркава». Их есть четыре модификации. Ну, вот это из старых модификаций, то есть это 80-е годы. Это мемориал легендарному израильскому генералу Исраилю Талю, одному из командующих во время войны 6-дневной 67-го года, который, собственно, вел израильские войска через Синай и буквально за пять дней они захватили весь Синай у Египта. А вот тут выставлены израильские танки «Меркава» сразу нескольких поколений. Вот, смотрите, вот это вот из новых. Ну, относительно новых, он лет 15. Вот «Меркава» чуть более старая. Но, в принципе, идея-то та же, да? Вот чистый израильский танк «Меркава». Ни американский, ни европейский. Чистая израильская разработка. И, как я сказал, на 80% армия Израиля укомплектована именно своими танками «Меркава». И вот самый старый из танков «Меркава», самая старая разработка. Это, насколько я помню, 80-й год или 81-й. Тоже в продолжение выставки вот этот знаменитый американский танк «Паттон» М48, который попал на вооружение израильской армии в конце 50-х годов и состоял вплоть до Ливанской войны 1982 года. Кстати, я эти танки еще застал как учебный, когда я сам служил в армии в 96-м, 99-м. Вот этот танк за моей спиной, наверное, многие, кто служили в советской армии, узнают этот танк советский Т-55. Как вы думаете, как он оказался в музее израильской бронетехники? Дело в том, что за время израильских войн, начиная с 48-го, 56-го, 67-го, 73-го, у Израиля скопилось почти 2000 советских танков. И Т-55, и Т-56, и Т-62, и даже Т-72, которые попали к Израилю. Примерно от 400 до 500 Т-72 в 1982 году, во время войны в Сирии. Поэтому эти танки тоже попали на вооружение израильской армии в разные годы. Их просто забрали у арабов и на них же потом, собственно, атаковали самих же арабов. Единственное, что израильтяне проводили модификацию, добавляли новые орудия, добавляли приборы ночного видения, на которых у них не было. Но в целом очень много советской техники состояло в израильской армии вплоть до конца 80-х годов. Вот еще один агрегат, в котором, ну, если очень хорошо присмотреться и вы разбираетесь в стене, вы узнаете советский танк Т-62. Ну, единственное, нету башни. Короче, порядка 500 танков Т-62, но поскольку они уже были устаревшие в свое время, с них сняли башни. А из танков сделали бронемашину пехоты. То есть сдвинули немножко двигатель и на этих штуках перевозили израильских пехотинцев. Назывался в израильской армии этот агрегат Акзарит, то есть переводится как чудовищный. Но на самом деле он был не такой уж и чудовищный, даже их еще помню. Их списали в 90-х. Вот. А использовался, как я сказал, для перевозки пехотинцев. То есть вот здесь вот сзади грузились солдаты. Их могло войти от 10 до 15 человек, насколько мне помнится. Ну, вот так вот использовали трофейное советское вооружение. Друзья, если вы думали, что мы с вами все посмотрели и мы уже заканчиваем, вы ошибаетесь. Я вас еще буду долго мучать. У меня за спиной еще порядка 120 танков. Я не шучу. Плюсом, потому что мы посмотрели, там еще около 120. В принципе, там трофейная арабская техника, ну, то бишь, советская техника, захваченная в войнах Израиля. Идемте. Как интересно, да, ребят? Доблестные войны танковой дивизии израильской армии приветствуют доблестных воинов союзных войск, уничтоживших фашистских захватчиков в Трой мировой войне. Вы считаете, сколько танков мы уже прошли с вами? Я, честно говоря, уже сбился со счету. Одно могу сказать, что, в принципе, для фаната здесь можно просто весь день провести. К тому же на все танки можно залезать, а в некоторые даже зайти внутрь. Это все сплошь советская техника. Вот это вот, если я не ошибаюсь, Иосиф Сталин назывался в годы Великой Отечественной войны. Давайте глянем. Так, а, я не ошибся. ИС-3, Иосиф Сталин, советский танк. Да, с этими танками арабы воевали против Израиля и в 1948 году, и в 1956 в Египте. Мне кажется, в 1967 году их уже не было. Господи, а это что за агрегат? Какой-то гигантской башней непонятной. То есть, в принципе, его основа – это Т-34. Ну что это за монстр такой? Идемте посмотрим. Да, называется Т-100. Ну, собственно, да, это на базе танка Т-34 легенд. Ну, просто тут установлена более мощная пушка, которая чаще стреляла. Грубо говоря, пушка-пулемет. Такая тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, собственно, вот и вся разница. Ну, и так далее, и так далее. В общем, огромное количество советских танков. Как я уже сказал, за время арабо-израильских войн Израиль захватил около 2000 трофейных советских танков у арабских стран. Вот, кстати, как интересно. Я так понимаю, что в этом танке снаряд взорвался прямо в дуле. А это, между прочим, Т-34 советский. Тут уже можно по флажку догадаться, да. То есть, это трофей от армии Ливана. То есть, я понимаю, это 1982 год. Транслянская война. Ребята, я вас не буду сильно долго мучить, потому что, как я сказал, здесь можно в этом музее провести целый день, может, целую неделю лазя по танкам. В общем, поверьте мне, тут есть что посмотреть дофига. Мы с вами сейчас прошли, может быть, процентов 20 всех танков. Вот, гляните туда. Туда можно еще идти и идти. Экспозиции продолжаются. Я просто что хочу сказать. Весь опыт арабо-израильских войн доказывает, что даже малым числом можно побеждать. Потому что организованное, сплоченное меньшинство всегда побеждает неорганизованное большинство. У арабов было вооружений в 5-7-10 раз больше. В живой силы было в 20 раз больше. Но, тем не менее, они проиграли во всех войнах. Это, кстати, хороший пример для подражания. Давайте на этом закончим. Не буду вам больше морочить голову. И до встречи, до связи. А если хотите поддержать мой канал, внизу, в описании, есть все реквизиты. И помните, если вы думаете, что кто-то другой переведет, да не переведет. Примерно на 5000 просмотров один человек всего хочет поддержать. А остальные думают, ах, как-нибудь. Пусть так не будет, ребят. Спасибо вам заранее. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok